Хоккеисты политехника готовились к играм плей-офф. Они играли с одним вратарем. Ярослав Гагаринов получил серьезную травму на матче звезд. Несмотря на это команда прошла дальше. Большое скопление людей, которые приехали из всей России сыграть такое грандиозное шоу для зрителей, для студенческого спорта. Организация неплохая была. Мастер-шоу понравилось. Было начало игры. Игрок противника бросил неудачно. Попал в ключицу. В итоге перелом. На этом мое выступление на матче звезд закончилось. Из команды политехник, кроме вратаря, в таком значимом шоу принял участие Марк Балуев. Он поделился с нами своим впечатлением от этого матча. Хороший праздник, хорошая организация. Собрались пацаны, ребята, игроки со всей страны, студенческие на риге, с многими познакомились. Приятно было узнать тех же соперников. Увидишь только себя с другой стороны. Игра состояла из двух периодов. Каждый из них по 15 минут. В ней играли всего три участника команды и вратарь. Андрей Коновалов, нападающий команды политехник, поделился своими эмоциями. Матч звезд очень понравился. Было приятно, что именно меня позвали. Впечатления самые положительные. Было интересно поиграть 3 на 3. Запомнились вот эти конкурсы. Было интересно поучаствовать в них. Обычно только по телевизору смотришь, как в ХХЛ люди их исполняют. А тут такая возможность поучаствовать в них сами. Матч звезд – хоккейное шоу. В истории студенческой хоккейной лиги оно прошло третий раз. В этом году в нем приняли участие четыре команды, в которых были собраны игроки из 43 университетов страны. Ребята поехали. Ну и Ярослав Гагаринов, он уже сторожил самый на сегодня в нашей команде. Ну и своей игрой достаточно опытный, уверенный. Я считаю, абсолютно заслужил право представлять нашу команду на матче звезд. Коновалов Андрей – это молодой хоккеист, у него первый год в этой команде. И он на начале сезона неплохо себя проявил, был на ходу. И мы решили дать понять ему, что есть шанс сразу заиграть. Марк Балуев тоже, так скажем, ветеран команды. Наверное, на один год поменьше, чем Ярослав Гагаринов играет. На протяжении всего времени, как бы, постоянно в составе, сейчас демонстрирует опытную, уверенную игру. И тоже своей игрой, как бы, показал, что он будет играть на матче звезд вполне заслуженно. По итогам матча звезд 2019 победила сборная команда «Восток». В финале она переиграла команду чемпионата «Запад» со счетом 10-5. В игре за третье место сборная «Востока» победила команду противника со счетом 9-3. Субтитры создавал DimaTorzok